этими вещами конечно лучше заниматься с вечера потому что прибрав приманочки наточил крючки подготовившись вы получаете свою маленькую дозу адреналина и потом плохо спите во сне джигуете огромные щуки клюют такое но вчера очень допоздна задержались на водоеме и приходится вот это действие завораживающие которые обожают все спиннингисты делать с утра непосредственно перед рыбалкой как все знают рыболовы рыболовы спортсмены если едешь на новое место не знаешь на что клюет бери всего и много вчера посетили новый водоем мой как бы провели разведку боем и стало понятно какие предпочтения у местных хищников и сейчас будем отбирать зерна от плевел отберем разгрузим сумочку отберем приманочки которые нужны будут нам для сегодняшней рыбалки показала вчерашняя рыбалка щука держалась немножко в верхних слоях воды и лучше работали приманочки приманочки зависающие в толще воды парусящие то есть лучше сработали твистера пробовали работать пассивным силиконом вибро хвостиками и хотя местные рыболовы нам сказали что все-таки лучше реагирует местная щука на ядовитых раскрасок приманки шартрезы морковки но вы решили выделить приманки в воде вода довольно прозрачная блесткой не цветом а блесткой поэтому несколько щуп поймали вчера на твистера обычных расцветок классических там машинное масло но с добавлением блестки будем отбирать так вибро хвостик дайва вибро хвостик дайва маленький похож на бычка думаю что можно нужно его оставить я вчера хотел изишанер попробовать ну так как-то в таком количестве приманок не добрался до него сегодня отберем оворонку оворонку оставим дома китайский какой-то известный производитель где-то на свинованиях не усучили рабочий кстати приманки мы сегодня оставим мегабасики 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 тоже не будем сегодня брать это куневая мелкая резина рейнс думает уже останется сегодня дома потому что в водоеме в основном щука баксики баксики два с половиной дюйма да сам я уже выхожу давай собираюсь сейчас быстро буду баксики баксики не нужны сегодня хотя щуку я на них хорошо ловлю но как бы считаю что с удачей больше приманка здесь сборная солянка кирли граб байт бриз любимые твистерки но размер 4 5 боюсь что сегодня не подойдет и хотя в водоеме больше попадается щука до килограмма как правило ну то есть она реагирует на крупные приманки но вот вчерашний день показал что все-таки приманки там в размере 3 дюйма работают лучше да что так много бакси это взял с собой так китэ 4,5 дюйма виброхвостики но у них там несколько пачек в принципе нормальной расцветки но оставим их так киви 4 дюймовые твистерки флеты крупные сегодня остаются дома виброхвосты ланкер сити свимин хрипстер прикольная приманочка темные цвета шартрес но сегодня тоже остаются дома возьмем по минимуму облегчим сумки в черви 5 дюймовые байдрис тоже остаются дома китэч 4 дюйма виброхвостык остаются а вот фетики от ланкер сити интересная приманочка толстое тело мягенький хвостик дает широкие такие низкочастотные колебания в воде щуки нравятся хотя расцветка темная ну возьмем с собой для эксперимента как видите все таки ненужных приманок гораздо больше остается так роквайп сатурн два с половиной возьмем машинное масло зеленой блёсточкой один из таких универсальных цветов возьму для работы так это хоги китэч все таки больше окуневая приманка сегодня остаются дома так китэч три с половиной но замечательный цвет флешмина с блёсточкой с такой легенькой это возьмем с собой сатурны рейнсовские три с половиной дюйма машинное масло с перчиком отличная приманка универсальная щука окунь судак такая приманка разве чик но можно работать как и с привязкой к дну то есть коротенькими скачками имитирует там бычка такое так можно работать как и твистером с высокими подрывами отличная приманка должна быть в арсенале у каждого спидминистра так здесь сборная солянка но основное здесь разновидности баблинг шейкером тоже любимая приманка моя сейчас продемонстрирую очень люблю ее в двух размерах всегда она у меня это вот 3 дюймовый баблинг шейкер в чем ее особенность этой приманки полистая и задерживается в нее в ней воздух и в воде на шарнирной оснастки на легеньком крючке или открытом крючке или овситнике то есть стоит столбиком как поролонка и на легких весах там один два грамма то есть эта приманка практически заменяет воблер можно и в толще воды с привязкой к дну одна из любимых приманок сегодня поедет с нами здесь у меня под рукой в жилетке и старшего брата баблинг шейкер 4 дюймовый такими приманками как правило работаю на весах 68 грамм и выше это все сегодня попытаемся преподнести местным щукам крупные 4 дюймовые сатурны думаю не пригодятся нам сегодня как показал вчерашний выезд основная рыба водоема это мелкая щука до килограмма не половозрелая как правило она реагирует на любые приманки на крупные на мелкие но есть и трофейные экземпляры в водоеме поэтому будем использовать приманки 3 дюйма и меньше так как к весне у мамы формируется икра и щуки включают в свой рацион более мелкие кормовые объекты поэтому основные приманки будут у нас 3 дюйма и меньше так вибро хвостик с блесточкой натуральных цветов evergreen думаю нужно взять с собой небольшие твистера crazy fish останутся дома шар крес сегодня он не пригодится так 4 дюймовые сатурны на танце замечательная приманка по трофейной щуке но сегодня остаются дома так это у нас байбриз моськи крупные рачки думаю тоже останутся дома на сегодня там у меня в запасничке где-то есть 2 дюймовые вот их лучше проверить так что у нас еще осталось вот эту приманку возьмем это рачок аэкскрал от рейнса такой двухвостый рачок переходная ну грубо говоря этой этой приманкой можно работать как в придомном слой так и большими подрывами то есть можно работать как пассивной приманкой потряхиваниями короткими там подрывчиками невысокими так можно работать и в толще воды вот этими вот своими клешнями он работает как двухвостый твистер иногда по щуке выстреливает это приманочка пройдет с нами так что тут у нас еще трехдюймовые джентейл граб это цвет машинная масса универсальная приманка обожаю щука окунь судак так что это приманочки будут разведчиками у нас вот они вот они то что у нас лучше вчера всего выстрелила керлэграб байтбрис три с половиной дюйма цвета карамель карамель зеленой блесткой люблю эти три строки что значит я люблю рыба любит очень интересно вроде ничего необычного такой вот три строчек шумовой удлиненный хвост и поэтому работает интересно работает воде то есть это надо видеть на словах не объяснишь хвост немножко растягивается и тут и низкочастотная такая вот игра по хвосту но универсальная приманка тоже щуки судаки обожают вот это вот приманочка будет номер один сегодня у нас на рыбалке так рейнс отличные цвета но 4 дюйма оставляем дома так что там у нас осталось еще изи шайнер трехдюймовый с блёсточкой blue джилл цвет такой думаю нужно взять с собой так расположен жилеточку жилетки у нас рейнсовский трехдюймовый толстый фэт толстенькие пистолетки такие мы набрали уже есть у нас в масле эти оставляем дома 4 дюйма 4 дюйма рейнс джетельград моребристый вот такой вот на донце замечательно работают останутся дома сегодня а вот эти вот темная у меня есть там рабочие коробки порожки тоже пачку оставлю дома так шакаловский чиви окуню мы оставляем парамат составляем и сборную солянку просто второй карман жилетки его и дома оставляет у тут у меня набор акунёвый в основном акунёвый мелкий силикон так вот это вот то что мы возьмем трехдюймовый джетельград такой вот шумовой рифленый цвет замечательный зеленая блёсточка с машинами маслом это поедет сегодня с нами на рыбалку так ну здесь у меня сумочки чисто акунёвый наборчик места много не занимает поэтому может будем перемещаться по другим водоемом оставлюсь так сделав фильтр грубой очистки содержимое нашей коробки уменьшилась на треть а общего составляющего резины которые просто немеряно сумасшедшее количество тоже остается дома значит с приманками разобрались это все останется в доме сумку разгрузили внутри как бы джиги тоже там оставили по минимуму сейчас не типичная для краснодара погода 10 градусов мороза я думал здесь пальмы цветут и калибр летают но тем не менее на водоеме мы столкнемся с серьезной проблемой это обмерзание шнура раньше я пользовался автомобильными силиконами но друзья россияне посоветовали и после испытаний на воде как бы очень не понравилось гигиеническое средство такой джонсов с выбер водоотталкивающая но масло такое пропитывает шнур и проблем с обмерзаниями практически лишает совсем очень не понравилось ну при быстрых и там спонтанных рыбалках делаем это непосредственно на водоеме но естественно лучше это сделать с вечера чтоб шнур у вас лучше напитался с бутылочки просто наносим на шнурочек растерва им чтоб шнур попитался это избавит вас от противных вот этих ледяных капелек на шнуре от этого все проблемы сбросы петель сломанные хлыстики и так далее поэтому нужно не лениться и этому моменту уделить максимум внимания вот и все думаю что пока доедем до водоем катушечка напитается шнурочек напитается маслом и будет препятствовать обмерзанию всегда с собой вожу но пользуюсь током мороза понятно если на улице плюсовая температура можно этим можно этого не делать что еще меня страйк верю в этот аттрактант всегда с собой иногда выручают можно ехать на водоем и и и и и Продолжение следует...